Солнышко еще и появилось у нас в нашем Доме культуры от ваших работ. Оно и понятно, работы-то детские, согретые сердцами авторов, воспитанников воскресных общеобразовательных творческих школ и студий района, коим от 3 до 18 лет. На вернисаже результат осмысления детьми Пасхи Христовой. Воскресение Иисуса – история не отдельная, но многоликая, разноплановая, начинающаяся задолго до похода жен мироносец. Потому увлекательно затея проследить творческую мысль юного художника, воплотившего ту или иную библейскую тему. От благовещения Пресвятой Богородицы, встречи Иисуса с Марфой и Марией, моления в Гефсиманском саду, до драматического момента открытия погребальной пещеры и самого мига попрания смерти смертью. И, конечно, широчайший спектр работ, посвященных празднованию этого события. Это и образ самого Христа, торжествующего над тлением, и наше человеческое земное отображение понимания случившегося. Творческие идеи и способы их воплощения, техники, неожиданность материалов, смелость – все это пример для людей взрослых, зашоренных условностью. В Захарова приезжают не только авторы шедевров и их родители и педагоги, но и гости, зрители, поскольку вдохновения хватит надолго. Вот и звезда, всероссийская тетя Таня, приехала. Она и студентам своим неустанно твердит – смотрите детское творчество. Вот бездна эмоций и идей. Мы видим здесь не только творчество самих детей и творческие организации, но что самое интересное, это, оказывается, семейное творчество. То есть, если маленький ребенок, я удивилась, я говорю, 4-5 лет, я говорю, так уже рисуют, такие поделки. Нет, конечно же, родители помогают. Это здорово, потому что, когда всей семьей вы заняты чем-то, это же объединение. Вручая подарки победителям мастеру слова вторит руководитель комитета соучредителя конкурса Олег Демченко. Скорее всего, этот конкурс можно назвать не просто детским, но это семейный конкурс. Конечно, не 7 дней. Созданием творческого проекта «Божий мир» жила семья священника Григория Федотова. Четыре месяца это работали. А идея чего? Ну, идея, ну, общая. В результате панно композиция Коева осуществлена с применением немыслимого количества техник. Вода и суша, ну, она гуашью сделана. Животные. Кварцевая живопись. Растения – квилинг, люди – пластилин, а космос – это мозаика. И евангельские символы – это пэтчворк без иголки или кинюшайга. Люди – животные, растения, твердь и воды, леса и пустыни. И всюду православные храмы как знак воли Божьей. Мы два месяца придумывали вообще, что мы хотим изобразить. Мы понимали, что это будет, скорее всего, красота Божьего мира. Мы просто не могли понять, как в 3D, как это будет все. Красота Божьего мира, пасхальная радость, семья, церковь, природа – темы, не оставившие равнодушными никого. Выбрать лучшее трудно. И все-таки специальные призы главы района Андрея Иванова – планшетные компьютеры. Вручены семье Федотовых, Татьяне Комаровой и Юлии Французовой. Хочется вас поприветствовать от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова. Традиционно управлением образования награждаются педагоги, помогающие юному художнику не просто выполнить ту или иную идею, освоить технику, но и осмыслить, понять то, что происходило 2000 лет назад. Одинцовские меценаты депутат Вячеслав Киреев традиционно чувствуют самых юных мастеров. Вручены призы от Захаровской сельской администрации. Неожиданным оказался подарок от пресса секретаря Одинцовского управления МВД Елены Ожерельевой. И еще хотелось бы от себя лично подарить этому потрясающему Дому культуры Захаровой. Я тоже занимаюсь немножечко творчеством. Вот это моя одна из последних работ. Немножечко пишу маслом на холсте. Это вот для вашего Дома культуры, Владимир Владимирович. Фотокамеры, книги, игрушки унесли домой участники конкурса «Пасхальный свет и радость». Хоть и создавались данные экспонаты не для подарков и дипломов. Ради света в своей душе и чтобы самим прочувствовать эту пасхальную радость. Инициатор и учредитель конкурса Архимандрит Нестор раскрыл смысл названия конкурса. Свет – это истина, правда. А пасхальный свет и пасхальная истина дают радость. Очень рад за всех вас. Горжусь вами, что в пасхальном свете вы находите настоящую радость. Ольга Винтер, Одинцовское благочение, телекомпания Одинцова.